Я представлю Евгения Еловега. Мы знакомы с Женей очень давно, больше 10 лет. Он выходит из Томского медуниверситета, там где изначально разрабатывалась психотерапия пищевого поведения вообще в России. На основе психотерапии, взятой из Америки, принесенной сюда в Томский медуниверситет психотерапии пищевого поведения. И дальше уже на кафедре психиатрии и психотерапии, кафедре нормальной физиологии, разрабатывались и пробовали все эти нововведения. Сейчас уже это все сведено в одну структуру. Вот Евгений немножечко вкратце расскажет, о чем будет его блог на курсе, и вы тогда тоже сможете позадавать вопросы. Здравствуйте, коллеги. Я психоаналитический психотерапевт, занимаюсь частной практикой. У меня есть такая специализация, которой я уже 12 лет занимаюсь. Это проведение групповых тренингов или индивидуальных консультаций по снижению веса. Вот после Анны уже сложно, конечно, говорить, все уже поняли, как правильно питаться. Но давайте все-таки как-то попытаемся еще с другого стороны посмотреть. Она такая очень многогранная, на мой взгляд. Зачем, на ваш взгляд, как вам кажется, психотерапевт нужен для снижения веса или вообще для коррекции пищевого поведения? Я думаю, что очень часто люди не дой заполняют какую-то пустоту в своей душе, чтобы разобраться в какую-то потребность и вязать. Так, отлично. Еще? Нужно найти первопричину, из-за чего это. Научить это одно, то есть все вместе, но это может быть пустота, это могут быть эмоции, и все, что. И психотерапевт он не найдет, и сможет помочь, это скорректировать. В принципе, продолжение. Молчиться, справляться, кажется, на него сам. Понятно. Ну да, коллеги, вы совершенно правы. Я думаю, что все знакомы с таким понятием, да, психосоматические заболевания. И, конечно, в общем, лишний вес. И вообще нарушение пищевого поведения целесообразно рассматривать именно в этом контексте, да. Ну, как бы все знают, психо, да, это душа, там, сома, это тело. И потому что они именно в такой последовательности стоят, да, на первом месте психо, на втором тело. В общем, определяется приоритет. То есть речь идет о том, что все-таки там при предрасположенности, это предрасположенность, мы можем о ней рассуждать, какая она, что. Но, тем не менее, все-таки основные причины психологические. И без решения психологических причин, как Анна и говорила, в общем, и как предыдущие спикеры говорили, эффективность методов снижения веса, в общем, она такая, достаточно маленькая, но только подключаются к решению психосоматических проблем. Ну, вы знаете, это гипертония, язвенная болезнь, да, ишемическая болезнь сердца, много достаточно заболеваний. Как сразу, я как врач по образованию знаю, как сразу увеличивается эффективность этой патологии. Я сегодня, ну, это очень многогранная такая тема, есть очень много блоков, поэтому я попросил 8, ой, 6 модулей на эту программу. Ну, в основном почему? Теорию можно изучить достаточно быстро, да, вы совершенно правы, тут уже говорили. Это можно почитать, это можно, в общем, как-то так понять за гораздо меньший промежуток времени. Но я-то как человек, который 12 лет этим занимаюсь, в какой-то момент хочется уже там и делиться опытом, писать книги, преподавать студентам, рассказать, как это вообще делается. Здесь, конечно, важно, на мой взгляд, интроицировать эту проблему, да, интроицировать вообще эту специализацию. Вот Анна говорила, я диетолог, да, имею психологические специальности, но это не моя епархия. Это совершенно верно, потому что нельзя сидеть на двух стульях, да, я думаю, что вы понимаете. Да, конечно, мы как психотерапевты, достаточно долго работающие, Ольга подтвердит, мы все делаем, мы назначаем определенные диеты и так далее, но это все очень сложно, потому что здесь действительно как-то трудно совмещать. Одно дело искать, как вы правильно говорите, психологические причины, где там собака порылась, а другое дело, как назначать это питание. Это, в общем, немножко разная работа, и она может конфронтировать, и вы можете испытывать неудобства. И вот все-таки очень важно действительно, чтобы время, вот этот вот курс, он требует того, чтобы вы, конечно, это как-то примерили на себя и нашли свою психотерапевтическую идентичность в этой специальности, потому что без этого вам будет очень сложно. Ну, мы все когда-то начинали, мы приходили в клиники, нам говорили, как работать, мы что-то начинали работать, но вот, опять же, Ольга Николаевна подтвердит о том, что только через несколько лет вообще как-то приходит понимание вообще, что и как ты хочешь, и как с этим клиентом работать. Или вот вы приходите в клинику к какому-нибудь гуру, который там несколько раз в неделю по телевизору выступает, и он вам дает методичку и говорит слово в слово, повторяй, да, а ты учился там, пять лет на психолога, потом как-то специализацию проходил, а тебе, в общем, как-то говорят, что надо это просто транслировать, то, что написал гуру. И, ну, конечно, вы можете попадать в такую ситуацию, когда вы не знаете, на что опереться. Очень много здесь действительно тем, не буду как-то вот воду лить, давайте сконцентрируемся сегодня на теме про недостаток мотивации снижения веса. Действительно, тема такая, ну, сегодня вы говорили при предыдущих, в спикерах, что есть такая проблема, да, как сформировать мотивацию. Я хочу ее заострить. Ну, действительно, лишний вес – это вредно, да? Ну, там, как-то, может быть, люди, которые с медициной сильно не сталкиваются, с небольшим весом, больше теоретически, они могут на эту тему рассуждать, но все-таки, давайте признаемся, что вредно. Статистика показывает, там, люди с лишним весом в среднем на 7 лет меньше живут, при небольшом весе, там, 3-4 при большом весе и 10, и 15, и 20 лет, и риск сахарного диабета, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, да, заболевания суставов, то есть это все страдает, в общем, при наборе лишнего веса. Тем не менее, мы сталкиваемся с таким парадоксом, а людей, сбрасывающих вес, в общем, ну, гораздо меньше, да, чем этой проблемы. Эта проблема растет, а человек почему-то лишний вес не сбрасывает. Эту же статистику дополняет статистика по методам снижения веса. Ну, это, по-моему, Всемирная энергетическая здравоохранение даже, или какое-то ответвление ее проводило такие исследования на несколькие тысячи людей по разным методам, сбрасывающим вес. Диеты, кодировки, там, голодовки, таблетки, да, волшебные, неволшебные, там, связывающие жир, несвязывающие, ну, много всяких методов снижения веса. Вы знаете, там люди даже яйца глист пьют, да, чтобы он там развился, там, ну, и так далее. То есть много всякого есть такого добра, и посмотрели, как люди сбрасывают вес. Ну, действительно, статистика ошеломила. Через, вот, по всей этой группе, через полгода 90% людей, даже если что-то они сбросили, они набрали назад. Туда не вошла статистика, кто набрал больше, я думаю, что такие тоже, безусловно, были. Кто-то вообще ничего не сбросил, набрал, да, кто-то, в общем, как бы не набрал, да, кто-то вернулся. Через год это было 95%, то есть 5% людей, да, вот, один человек из 20, да, сколько он здесь сидит, да, вот человека 2, например, вот они сбросили хотя бы 10-15% от веса, ну, у тебя 100 килограммов, ты сбросил 10 килограммов, у тебя 90 еще осталось, тебе еще бы сбросить, но, тем не менее, он уже вошел в эти 5%. Вот такая вот вещь. Конечно, как только подключается психология, ну, вот, исходя из того, что мы сказали, психосоматический подход процента сразу увеличивается, но вот Ольга Николаевна уже сегодня говорила о том, что, к сожалению, это заболевание хроническое. Я считаю, что мы как специалисты, вы как будущие специалисты, если будете этим заниматься, обязательно должны это пациентам говорить, обязательно, не надо тут никого в заблуждение вводить, потому что это будет, ну, как бы, совершенно не тот запрос, и вы же потом огребетесь, и этот пациент будет вам не просто там реально приходить, стучаться, звонить, а вы будете заносить его там в список запрещенных звонков, но и снится он будет по ночам, поэтому лучше, в общем, не надо, здесь надо как-то чем честнее, тем лучше с пациентом работать. Вот такая вот статистика. Тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что мотивация почему-то низкая. Вот я хочу теперь в таком интерактивном режиме, я понимаю, что вы уже устали, вот послушать, послушать, ну, это сильная сторона, это мы оставим. Давайте, почему у человека все-таки может быть низкая мотивация? Лишний вес есть, снижает, он ему продолжительность жизни, я уже сказал, самое главное, я думаю, что психологи все знают, что качество жизни, кажется, важнее, да, количество жизни это одно, а вот качество жизни снижает, и вы правильно совершенно сказали, самооценку снижает, да, подвижность снижает, мобильность, ну и так далее, ограничения всякие разные. Почему не сбрасывают? Не хотят сбрасывать. Говорят, хорошо, да, вот сейчас, но вот сейчас пока некогда, вот с сентября, потом после Нового года, да, потом сейчас День Святого Валентина закончится, 23-е, потом 8-е марта, там уже вообще времени мало осталось, до майских, там каникулы, потом опять с 1-го сентября, ну, короче, эту историю вы, наверное... Поясните, что, чего защиты? Нет, нет, я бы говорила, что жир подклубниками защиты, а человек не проводит какие-то свои психологические эмоции, там, травы, что-то, 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 что-то так, или он как-то не может с ним расстаться. Просто на эти эмоции он расстает другими, другими, другими. Это как следствие уже приводит к тому, что человек не просто не хочет, а просто в данном случае он тогда будет без защиты. Для этого нужна, на самом деле, очень хорошая психологическая защита, проработать на каких-то моментах его лично. Ну, да, вопрос, конечно, который я задал, он, наверное, такой слишком широкий. Мы с вами столкнемся с чем? С тем, что какие-то пациенты, которые совсем не мотивированы, они к нам не придут, да, ну, то есть о них можно как-то теоретически рассуждать, как потенциальных клиентов, которых мы там где-то можем найти, вычислить, ну, в общем, как правило, в общем, об этом речи не идет. Поэтому то, о чем вы говорите про то, что если это действительно такая вот, как бы фундаментальная защита, и человек без этого не представляет себе, ну, в буквальном смысле, как одежда, да, как какая-то такая тяжелая одежда, которую вдруг там сбрасываешься, считаешься совершенно оголенным, беззащитным, таком, в больше психологическом смысле, хотя и физическом тоже. Это такая, ну, вещь, которую мы считаем, как, ну, касается вторичных выгод от болезни, да, когда там женщина перенесла насилие, например, мужчины реже как бы это переживают, и набрала после этого лишние килограммы, то, понятно, ей потом достаточно сложно с этими лишними килограммами справиться, да, потому что у нее здесь произошло, что она снижается привлекательность, казалось бы, в чем выгода, но выгода в том, что она чувствует себя гораздо более безопасной, будучи непривлекательной. Если такие защиты формируются, да, такой клиент, скорее всего, к нам никогда не придет, и не надо его агитировать, потому что там вы, ну, еще раз больше проблем от этого испытаете. Но, тем не менее, какие-то клиенты приходят, но не сформулировать запрос, не как бы толком сказать, что они от этого хотят, как у них это получится, мотивация, ну, это всегда вы услышите здоровье, для себя, да, для самооценки, вот такие вот общие фразы, но более подробно как бы сформулировать это не получится у них. Почему еще? Повторяю вопрос. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Подмена одного от других. Вот смотрите, про источник энергии, да, это как бы понятно, но нам все-таки, надо признаться, требуется меньше энергии, чем вот мы получаем. Если каждый из вас может посчитать свой энергобаланс, да, вот там, когда здесь был вопрос в скане про калории, да, в общем, как бы калории, может быть, можно не считать, но с другой стороны, на мой взгляд, это такой некий тест для пациента, когда он приходит и говорит, ты знаете, я вот это не хочу, это считать не хочу, там вес записываю, тоже взвешивать не хочу, дневник вести не хочу, но я думаю, что, ну, вы с ним ничего сильно не сделаете, да, в данном случае, то есть когда созреет, когда подожмет, если такое будет, то тогда уже придет, то есть никого за уши тащить не надо, и, в общем, это я уже повторяюсь. Что касается еды, да, действительно, очень важный такой фактор, мы здесь с вами не должны огульно, ну, как-то эту проблему рассматривать, там, по-дилетантски, как, ну, в будущем, да, вам, когда вы уже эту специальность приобретете, как там Майя Плесецкая говорит, типа, жрать меньше надо, да, это совершенно такой дилетантский неправильный подход, и вот сегодня Сергей уже говорил о том, что действительно эти проблемы зависимости, да, это можно как бы рассматривать как некий пул такой зависимости, где у кого слабо, там рвется, где у кого как выстреливает, пищевая далеко не самая худшая, да, зависимость, которая, если уж там выбирать как-то можно было бы присутствовать, это идет, конечно, из детства, это идет, конечно, от мамы, и, может быть, с этим можно не соглашаться, но, тем не менее, это как бы проблемы этих диадных отношений мать и дитя, когда мать кормила грудью, кормила там из бутылочки и так далее, но, тем не менее, это телесный контакт, это как бы психика, это детско-родительский симбиоз, именно вот такой, как бы. Проблема отца, это уже немножко позже, это уже проблемы с границами, они как бы будут включаться позже, вам обязательно надо будет это знать в качестве лечения, но, тем не менее, то, что человек почему кушает, почему он хочет больше объемов, чем организм требует, это нам нужно понимать, какие функции вообще выполняет еда для нас, да, это действительно функции энергетические, но и то, что вы совершенно правильно сказали, очень важные психологические. Это не только удовольствие, да, это вообще средство утешения. Когда возникают вот такие вот вопросы, как вы Ане задавали, например, про вечер, ну, ладно, когда вы там целый день не ели, у вас там голова забита какими-то стереотипами, что нельзя есть после шести, у меня было несколько клиентов, которые там умудрялись без десяти, шесть, без пятнадцати прибежать домой, такси наестся, что, в общем, там вес ниже 120 не снижается, это, ну, на кого-то тебе, в общем, это как-то такая штука работает, но в основном как бы нет. То мы никогда не поймем с вами эту проблему без того, чтобы не понимать, что еда для людей с пищевой зависимостью, ну, с расстройством пищевого поведения, речь идет о именно человеке, у которого есть в этом смысле уязвимость некая, у кого еда выполняет так называемые непищевые функции, да, она у всех у нас, а? Она, ну, вот я вот как-то, знаете, в курсе, все-таки буду стараться, чтобы мы с вами от этих, эти общие слова расшифровывали, ну, то есть это как бы слишком широко, и они, ну, ничего, собственно, ни вам, ни вашим клиентам не дадут. В этом смысле антистресса, просто когда человек переедает, когда он не ест все время много, то есть человек крой, если смотреть физиологию, она отливает, она приливает, соответственно, к органам пищеварения. И, соответственно, от головы от клоя будет, и человек испытывает облегчение. Ну, там и следующее, хотя все проблемы, они остались, но, тем не менее, они у него успокоены. Поэтому переедает. Я понимаю. Соответственно, вот антистресс, ну, нужна какая-то замена для того, чтобы испытывал то же самое облегчение, ну, что, то же самое, делал бы керапию. Ну, все, что угодно. Ну да, ну да, я согласен с вами. Просто сейчас мы говорим про причины, а эти причины, они, конечно, идут туда в детство. И вот я почему говорю про, да, про слова стресс, они, конечно, ну, такие, в общем, на слуху и достаточно понятные, но ничего нам с вами, в общем, по большому счету не объясняющий. Да, не только конфеткой, понимаете. Я вот считаю, что нам надо с вами еще дальше пойти. Надо пойти дальше. Речь идет о том, как кормили ребенка, да, то есть ребенок плачет по самым разным поводам. Он плачет, потому что он голоден, он плачет, потому что он соскучился, замерзся, ему одиноко, он там описался, да, он там хочет пообщаться. И внимательная мама знает, что у такого ребенка разный плач. Вот так он плачет, потому что он одно хочет, так он плачет, потому что он другое хочет. У кого маленькие дети, вы это можете наблюдать воочию. Вот она знает, поэтому быстро побежала. Что сейчас он уже будет плакать не потому, что он соскучился, а потому что он голоден. И мама, которая, ну, немножко запаренная, да, там у нее какие-то проблемы, загруженная, у которой там стрессы, у которой депрессия, у которой папа там как-то себя ведет не совсем как папа, да, и как муж, не обеспечивая крепкие тылы. Она его часто, ребенка кормят не только тогда, когда он голоден, но и тогда, когда он не голоден. Ребенок получает неправильные сигналы, что еда утешает от всего, да. Вот она не только от голода, от этих мучительных спазмов, но и она и от скуки, она и от одиночества, да. Я про это и говорю. Ну, любовь, любовь, слово... Почему девушка? Когда формируется у одного ребенка некая привычка. Он еще пока не выркатал свою привычку, он заплакал, он, прошу прощения, некомфортно, потому что он немножечко там в состоянии физически, надо там подгузник поменять, а мама подошла, сперва подумала, что надо покормить, потом только увидела, что... То есть везде вот это формируется, да, периодически? Ну да, да. Ну, понятно, что мы сейчас с вами схематично говорим. Понятно, что здесь вам, как специалистам тоже, в зависимости от того, где вы будете работать, да, вести там групповые тренинги, и вы туда, скорее всего, будете погружаться только там, в лучшем случае, в качестве лекционного какого-то формата, да, чтобы вообще люди как-то чувствовали себя не обезоруженными перед лицом этой проблемой. Потому что когда налетает вот этот самый аппетит, да, как будто какое-то дьявол, у человека именно такие ощущения, что это вот вселяется в меня что-то, и меня начинает это раздирать. Очень важно с ним пытаться понять и разобрать, и в зависимости от того, что это за человек, что это за формат работы, вам надо будет понять, что это за механизмы у него там работают. Ну вот, например, на приходит пациентка, она уже была у меня на тренинге, она уже была еще у кого-то на тренинге, и потом пришла на индивидуальную работу со мной. Вот она рассказывает, что она обычно после тренинга 15-20 килограммов сбрасывает, но в течение полутора лет она потом эти килограммы набирает, и мы когда с ней начинаем разбираться, на тренинге, разумеется, со всеми ты не разберешься. В общем, такой задачи нет, но с кем-то более активным, конечно, разбираешь. И вот она рассказывает о том, что у нее, как правило, рецидив наступает после разговоров с мамой. Ну, я думаю, сейчас все, в общем, ну, не все, но какая-то часть из вас откликнется такая история. То есть она поговорит с мамой. Мама, несмотря на то, что уже достаточно старенькая, и пациентке-то там лет 55, а маме сколько, соответственно, где-то под 80, но мама, в общем, обладает такой крепкой энергетикой. Домой ее, вероятно, пускают реже, но по телефону она, в общем, этим пользуется. Она так, в общем, вынесет мозг нашей пациентке, что так говорит, что я не просто ем этот вечер, но она ест потом несколько дней подряд, и, в общем, так не может остановиться, там муж, дети все сходят с ума, но тем не менее. То есть речь идет о том, что еда выполняет вот эти функции утешения, то есть в данном случае замещение, нормальный такой, да, хорошей мамы, то есть вот такая вот плохая мама напала, такая плохая мама вынесла мозг, ну, да, плохая грудь, там кто в клинианском психоанализе разбирается, да, а вот как бы хорошая, и это, конечно, ну, когда дальше вот разбираешь, это, конечно, на тренинге так не проработаешь, но когда дальше начинаешь разбирать, то понимаешь, что этот механизм вот этого заедания, он не просто механизм утешения, да, где-то это механизм утешения, то, что вы говорите про стресс, да, припасть, в общем, груди, да, вот тебя обидели на работе, вот тебе скучно дома, вот там ты в разводе или одиноко, по телевизору показали мелодраму, там у них, в общем, все как-то насыщенно, интересно, у тебя ничего этого нету, да, ты пошел там шоколадку съел, и так далее, ну, вот вечерний аппетит, я к тому, что мы же с вами никак по-другому не поймем, там, вроде она в течение дня ела, вот она поужинала, да, что там пошло с холодильником-то опять, пациентка одна говорит, я скотчем обмотала холодильник, одной упаковки не хватило, второй обмотала, ну, на 15 минут, в общем, как-то задержала этот процесс, через 15 минут разрезала. И вообще, чаще всего, вот более такие поверхностные способы, там, не глубокие аналитические, а более поверхностные на поведенческом уровне, или там, групповые тренинги, они работают лучше на несколько месяцев, но потом будет с большой вероятностью у большинства пациентов рецидив. Если пациент заинтересован, у него достаточно интеллекта для этого, да, если у вас есть время, вы готовы работать с этим пациентом, вы настроены более глубоко, вы можете погружаться, но это займет, конечно, гораздо дольше времени. И эффективность, она здесь будет не измеряться не в килограммах, она будет измеряться в том, что она просто станет нормально жить. И иногда, может быть, она просто примет свой вес и не будет сбрасывать вес. Поэтому тут эффективность, она, знаете, иногда человек сбрасывает вес, но у него ничего не меняется, может быть, жизнь еще хуже становится, да, и тот, который не сбрасывает вес, но что-то в своей жизни смог изменить, где эффективность. То есть я не ухожу от ответа, но мне кажется, что здесь ответить так четко нельзя. Как правило, она находит компромисс, сбрасывает там 10-15 килограммов и вот на этом и останавливается, а там другие 30 не сбрасывают. Я тоже очень понял, что проблема такая, не удастся ее осветить, конечно, достаточно глубоко, потому что как только вот интерес сразу проявляется, проблема и недостатка мотивации, здесь действительно только затронет, и там сразу как бы проваливаешься как в компьютере в какую-то интересную тему. Проблема очень большая, отдельная, глобальная, проблема аппетита навязчивого, да, ну вот когда вы говорите про энергетическую составную пищу, это одно дело, другое дело, когда там человек наелся, да, но продолжает хотеть, продолжает это употреблять, это, конечно, центральная проблема, на мой взгляд, их две таких вот центральные проблемы в расстройствах пищевого поведения, ну и мы когда имеем в виду приводящих к лишнему весу, это проблема недостатка мотивации, проблема навязчивого аппетита. За навязчивым аппетитом скрываются чувства, и не только вот основные, там их, как правило, несколько всегда скрывается, а за этой проблемой скрывается такая вещь, как алекситимия, да, вы знаете, нет слов для чувств, это вот отсылает нас к тому базовому раннему уровню, когда мама, ну, как бы сама этого не умеет делать, или будучи не в состоянии, она не смогла этому научить ребенка, и, в общем, как бы ребенок не может справиться именно с помощью слов, как бы ментальным своим аппаратом, внутренним, тогда он прибегает к помощи таких внешних утешителей, ну, в лучшем случае это там табак и еда, да, в худшем случае это такие сильные наркотики, о которых Сергей разговаривал, поэтому это такая тема глобальная, и нам с вами, ну, надо будет, как бы это тоже понимать, в каком формате работать. Одно дело помогать человеку, ну, на поведенческом уровне, там, что и как кушать, да, в какое время, как там лучше насыщаться, этому посвятим отдельное время, потому что это тоже очень важно, и сейчас я скажу, почему. Но если вдруг все-таки вы захотите, и в этом преуспеете, вы будете с клиентами работать дольше, вы, по сути, должны будете, да, в регрессии с ним проработать, как бы не просто вот родительскую, отцовскую позицию, да, когда вот как бы пришел папа, и он говорит там, ну, давайте здесь как-то установим определенные правила, и пациент на поведенческом уровне сбрасывает вес или там перестает переедать, а когда вот он, в общем, взращивает в себе внутренний утешитель в качестве внутренней матери достаточно хорошей, которая позволит ему, ну, как бы утешаться без вот таких дополнительных суррогатов. Есть отдельные темы, которые вы тоже затрагивали. Это про недостаток самооценки, да, который приводит там, ну, в таком, как бы, простом варианте к недостатку заботы о себе, когда, в общем, человеку не до себя, он ест как попало, вот как вы это, да, описывали хорошо, там, два раза в день, там, или один раз в день, или как угодно, там, чем угодно. Ну, это тоже, там, недостаточно человеку сказать, вот, давай, ты будешь вот так. Ну, не срабатывает это, да, ну, там, он неделю, две, три, там, ну, месяц, два, три, ну, в общем, все потом вернется на круги своя, это совершенно, как бы, тоже ни о чем. То есть здесь надо тоже будет, на мой взгляд, прорабатывать вам гораздо дольше с пациентом, либо, ну, как бы, ограничиться таким поверхностным уровнем. Вопросы, ну, так, я вскользь быстро пробегаю. Вопросы, там, лени, силы воли, ну, тоже, в общем, когда я начал изучать это более подробно, не выдерживает критики. Сразу возникает куча других вопросов, да. Почему, вот, на себе эти килограммы таскать не лень, да, там, диету, на диете посидеть, там, и научиться чему-то лень, да. Что за сила воли, там, как правило, изучая наших пациентов, там, про силу воли недостатка в них нет. Это такие ребята, которые тащат на себе, там, и свою семью, и семью детей, и семьи, точнее, и родителей, и там, в общем, все на себе, да, и поэтому, в общем, тут как-то говорить, что они какие-то слабаки, как-то тоже, в общем, язык не повернется. Вы совершенно верно, вот, говорили про защиты, да, это такие темы, как выгода лишнего веса, когда, ну, там, действительно, лишний вес позволяет что-то не делать, ну, как любое заболевание, там, придает солидности, да, помню, один мужчина, говорит, зову своего товарища, ему килограмм в 180, пойдем, говорит, со мной вес сбрасывает. Тот крупный руководитель такой сидит, говорит, вот, знаешь, бывают здесь такие собрания, тяжелые, горячие, происходят у меня в кабинете, я когда чувствую, что надо разрядить, так, я так встаю, так из-за стола, ну, и как-то всем все понятно, вот, а если, говорит, похудею, ведь доказывать придется, понимаете, поэтому, вот, мне это как-то хорошо, это запомнило, доказывать придется, да, если похудеете. То есть много вот таких моментов, плюс еще сложившийся образ тела, да, когда там лишний вес с детства был приобретен, ну, и так далее, то есть много вот таких вот моментов. Поэтому, позвольте на этом не остановиться, а чтобы вот сказать, ну, там, завершить, может быть, свою такую часть про результативность, вот то, про что вы спрашивали, как вообще клиенты худеют. Мы с вами, как специалисты в области пищевого поведения, да, умышленно говорю, не снижение веса. Мы должны понимать, что снижение веса – это только один из параметров. Причем, может быть, даже в работе с какими-то клиентами далеко не самый первый, не самый главный. Клиенты чаще всего будут всегда нам заявлять именно вот как бы результативность в килограммах. Но мы с вами, во-первых, должны как бы понимать, что, ну, это вот клиент так говорит, да, и вообще надо расшифровывать еще там, что он за этим говорит. Чаще всего он, знаете, по этим килограммам отчитывается, как там перед мамой, что, как он поел там, который вот звонит, да, и говорит там, ты маленький поел, вот он как бы такой там примерный, там, не избалованный вниманием, да, вот он там отчитывается. Это, вот знаете, как бы разный язык. А в общем-то это, по большому счету, вы быстро сталкиваетесь с клиентами, что это небольшая для них проблема сбросить вес. Они прекрасно сбрасывают, только в течение полугода, да, нескольких месяцев или год назад набирают. И вот куча клиентов, вот Ольга их давно ведет, они там по 40-50 килограмм в течение года гоняют туда-сюда. Представляете, это как вообще организм выдерживает, я не представляю вообще. Ну, или вот ровно-ровно, там минус 40, плюс 40, вот вообще копейка в копейку, вообще непонятно совершенно, как они это делают. Поэтому нам с вами здесь очень важно понимать, что снижение веса, это, в общем, ну, как бы, честно говоря, не такая большая проблема. Главную задачу, которую надо ставить перед собой, она так звучит, нормализация пищевого поведения. То есть надо как бы четко понимать, что здесь речь идет о том, чтобы установить вот эти новые пищевые привычки, которые, в общем-то, установить можно. На самом деле можно. И если вы эту проблему решаете, ну, вы клиенту очень сильно помогаете, это не значит, что это его от рецидивов гарантирует. Нет, нет. Потому что есть проблема вот этого навязчивого аппетита, когда все понимаю, но, в общем, да, там, лопаю на зло маме, но, в общем, себе уши отрежу. И это, ну, но если вы его научите нормально кушать, а это, как бы, ну, такой, по большому счету, и здравый смысл, и интерес, здесь уже будет от вашего умения зависеть, вот мы эту программу сделаем так, чтобы вы не просто, ну, как бы, послушали нас и начали, как калькокопировать эту методику. Это не получится, это неинтересно, ну, в общем, а чтобы вы смогли в результате этого курса свою идентичность выработать, чтобы вы, как бы, поняли, да, вот в каком направлении вы работаете, что вам подходит, что вам не подходит, за это вы беретесь, или за это не беретесь, чтобы вот это было, ну, как бы, для вас понятно, чтобы вы, в общем, были честны сами с собой. Ну, на мой взгляд, это совершенно важно, особенно в снижении веса. Почему я говорю про, вот именно, что особенно? Потому что снижение веса, это такая, ну, в нашей стране, по крайней мере, это такая, ну, как бы, патчерица какая-то, знаете, это, в общем, убогая такая немножечко, вот, область. Вроде как веса лишнего очень много, да, и он там растет, ну, не в геометрической прогрессии, но растет. Да, да, то есть мы, в общем, как бы достаточно, как всегда, ну, знаете, я вот, честно говоря, считаю, что не в этом проблема, да, вот, как бы, Лина говорила там про вторичное ожирение, но все-таки, как бы, не в этом проблема. Первичное ожирение гораздо более важная такая вещь. Но речь о том, что, да, что эта вот проблема гораздо более такая глубинная. В смысле, в смысле, что-то это сбили. Вот, поэтому вам нужно будет действительно... А, я хотел сказать, что это как бы такая, ну, некая сирота, что ли, вот это снижение веса. Там врачи и специалисты более узких профессий разрабатывают, делают большие научные труды по проблемам, ну, которые там, гораздо-гораздо менее выражены, чем избыточный вес. Избыточный вес фактически пандемии, такое огромное место вообще занимает среди населения, исследований достаточно мало, изучения достаточно мало. То есть, если говорить таким прямым текстом, в общем-то, презрительное, что ли, отношение, вот если так можно сказать. Это действительно идет, наверное, вот еще из тех средних времен, когда там черепоугодие внесли, смертные грехи. Ну, то есть, это как бы сам человек виноват, да, это распущенность, вот это вот все якобы гарантирует, хотя, конечно, это вообще нелепость, это прошлый век. Но, тем не менее, исследований мало. И вот такое, какое-то высокомерное отношение к вопросу снижения веса порождает к этому определенный дефицит. Но если вы будете этим заниматься, чтобы не выгореть, что, в общем, тоже сплошь и рядом, вот когда Ольга говорит, что дефицит специалистов, у этого очень много причин, в том числе и выгорание, и нежелание заниматься, и директивные методы снижения веса, которые вам не интересны, и низкая эффективность этих методов снижения веса, и так далее, и так далее, и так далее. Но если вы все-таки сможете нормально интроекцировать эту проблему, как бы понять вообще свои ограничения, ограничения пациента, глубину этой проблемы, то вы сможете, в общем, достаточно комфортно и грамотно работать с пациентом, и не будете чувствовать такой сильной фрустрации по этому поводу. Но вы должны, конечно, четко понимать, что есть нормализация пищевого поведения, есть более ранние проблемы, есть снижение веса в килограммах, если за которым вы будете гнаться, ну, это, знаете, вы все-таки не хирург, занимающийся липосакцией, как бы, и там, и не надо этого делать. Наша психика гораздо более многогранна. Ну, вот, наверное, то, что я хотел так, коротко сказать. Вот, ну, ну, отличный вопрос. Механистически они достаточно, ну, быстро, что ли, они перестают быть актуальными, они даже не задаются. Потому что, в общем, технически, да, тот, кто работает на поведенческом уровне, он его там и рекомендует. Ну, вот, да, то, что вы сказали, там удовольствие, грубо говоря. Вот ты там вечером скучаешь перед телевизором, да, вот там ходи в бассейн, там через день, там еще что-то делай, когда там будешь с продуктами еще разбираться и так далее. Ну, типа, клин-клином вышибают, да. Но понятно, что если внутри лежит некая пустота, да, никого не хочу обидеть, но как бы у нас внутри у каждого это есть, да. И эта вот пустота, она заедается. И не просто там эта пустота заедается, но заедается там низкая самооценка, да, это самобичевание. Вот ты поел, надо худеть там, да, потом ты худеешь, вот там здорово, вот как будет, вот опять там, прошу прощения, я цитирую, там, да, обожался. Ну, то есть в голове огромное место занимает эта проблема. И человек, который решает проблему снижения вообще с пищевым поведением, у него освобождается огромная пустота. И он не знает, чем ее занять. Снижение веса занимало там 50 процентов, а то и больше времени, да. И, конечно, здесь можно ему говорить, что давай удовольствие, но тогда мы с вами опять же сталкиваемся с тем, что, а пациент этого не делает. Он все понимает, но делать этого не может, да. У него страдает вот эта функция заботы о себе. Он не может о себе позаботиться, у него какое чувство вины, у него низкая самооценка, да. Он не может потратить на себя деньги, он не может там себя чем-то занять. Поэтому, конечно, вот приходится прорабатывать эти проблемы. Но это мы уже будем действительно на курсе более подробно говорить. Почему? Потому что здесь есть нюансы. Стоит вам только там или в индивидуальном формате или в групповом чуть глубже до уровня хотя бы небольшой регрессии как бы с пациентом опуститься, и он уже, скорее всего, снижать с вами вес перестанет в этот момент. Потому что для него уже проблемы там с мамой будут гораздо более важные. То есть нам надо будет вам лавировать. Или мы сейчас сбрасываем вес, потом туда переходим, или мы вначале решаем эти проблемы, потом сбрасываем. Но это вот уже искусство психотерапевта. Это я вам, конечно, это вы сами уже потом выработаете. Вы используете какие-либо трансы в этих... Да, да, я забыл об этом сказать. Спасибо. То есть, вот я как вижу свою задачу, что надо будет изучить разные методы снижения веса и разные техники, упражнения тоже посмотреть. Хоть я сам упражнения редко использую в своей практике, но это вот моя модальность, но надо будет, конечно, это все изучить, чтобы вы потом смогли на себя примерить, что вам подходит, что вам не подходит. Кто-то аверсивнее техники пускает в свою практику, кто-то их не пускает, кто-то дыхательнее пускает, кто-то не пускает. Мы вообще... Ну, вот этой методики достаточно много, которые мы с Ольгой занимаемся. У каждого возникает своя авторская. В чем тут смысл еще этого курса? В том, что это в любом случае будет авторская. Будете вы заниматься, все равно должны будете сделать через несколько лет свою. Если не сделаете, не сможете работать просто в этом направлении, и вам будет противно, грубо говоря, быть каким-то роботом-автоматом, что-то там как попугай, что-то повторять. Это просто выгорание. Медитативные техники, они как бы возникают сами собой. Если вы в индивидуальном формате работаете по часу, то, может быть, у вас для этого времени не будет. Ну, может быть. А если вы в групповом, как Ольга сейчас сказала, по 4 часа, несколько дней работаете и так далее, там возникает как-то такое желание само собой. Вы поработали какой-то блок теоретический, там с пациентами. Потом они устали. Там погружаться в свои потребности, в эту заботу, в маму, папу, к внутреннему ребенку. Это вообще катастрофа. После этого человека надо реабилитировать, когда он к внутреннему ребенку обратился. Регресс достаточно такой. Медитации помогают. Это такие. Это как бы не гипноз, хотя кто-то погружает в более серьезное такое состояние. Здесь разные трансы. На сокращение желудка, на возврат в детство, на мотивацию, аверсивный. Кто что хочет, кто какой арсенал выбирает. Как я работаю, это на курсе мы расскажем. А все-таки задача здесь не то, как я расскажу, как я работаю, рассказать, а то, чтобы человек смог сформировать свою уникальную авторскую технику. Да, то есть применяются разные такие подходы, но это надо будет группировать. Кому-то вообще не нужно, не захочется делать упражнения, а кто-то будет на них 50% времени делать. Раскладывать продукты на столах, кушать, пробовать, анализировать. Кто-то будет дальше, дальше пойдет еще к ним отвращение формировать, как в кодировках. Но это уже каждого индивидуальная история.